здравствуйте уважаемые зрители нашего канала значит мы находимся на канале монарх 100 я посмотрел его канал полностью человек адекватен очень грамотно рассказывает по радиотехническим фактом как это работает приводит множество аргументов что как зачем почему это работает или почему это не работает только аргумент а вот андрей тирха прикладывает одно словоблудие и мракобесия и я нашел рассказ о дипломе доктора наук андрея слободяна а вот вопрос но это шутка вот доктора наука что вот это вот андрея слободяна есть непосредственно степень доктора наук чтобы получить степень доктора наук надо сначала написать диссертацию у диссертации должно быть около пяти публикационных материалов это в известных журналов а чтобы получить диплом доктора наук должны быть труды если я не ошибаюсь по российским законам девять публикаций в известных журналах ну я решил посмотреть все таки если публикации патенты например публикационные работы такой вот журнал даже не журнал а научная электронная библиотека в ней обычно находится огромное количество публикационных материалов множество российских и зарубежных ученых библиотека создана в 2000 году вот здесь можно посмотреть вот и по сей день она работает и значит я вот посмотрел набрал здесь в поисковике вот здесь в поисковике можно набрать расширенный поиск набрать здесь авторы андрей слободян и нажать кнопочку поиск и мы находим здесь 15 публикаций я их уже заранее посмотрел поэтому не буду вас томить есть 15 публикаций а сначала думал да действительно наверно человек поработал но когда я начал смотреть эти публикации как оказалось что есть здесь американский слободян который написан его фамилия написано непосредственно английском языке и публикации на английском языке и есть женщина которая тоже носит фамилию слободян у них инициалы тоже совпадает но как оказалось я здесь нашел только четыре патента андрея слободяна андрея так у андрея слободян андрей владимирович но здесь вот почему-то через букву о написано наверно на украине так пишут не знаю причем здесь диплом доктор наук физико-математических наук ну давайте все-таки вернемся обратно значит откроем вот первую публикацию здесь слободян андрей валерьевич а нас интересует владимирович не подходит давайте откроем вторую открываем вторую здесь у нас слободян а в но я не знаю честно говоря как расшифровать здесь не указано проблемы существования информационного контроля в медиа пространстве рунета я думаю что медиа пространством андрей ну если с техническим образованием вряд ли это его публикация открываем третью способ способ получения концентрата тромбина находим слободян анастасия викторовна тоже не то в общем я тут томить время не буду я уже изначально посмотрел значит это под устройство для обогрева помещения и вот тут вот если мы на него нажмем здесь мы видим значит устройство для обогрева помещения две фамилии ким дин хи и слободян андрей владимирович ну фамилиями отчество совпадает вот и давайте его посмотрим откроем так седьмое это патент сейчас я его открою если кому-то интересно по номеру каждый сможет найти в патентной библиотеке просто яндекс патент набрать и патент выскочит значит патента обладатель ким дин хи слободян андрей владимирович скорее всего это техническое устройство по как раз таки то что андрей по-моему и занимался индукционным обогревом да дальше смотрим снова патент интересующие нас фамилии значит слободян андрей владимирович тоже совпадает и давайте посмотрим это тоже патент так под номером 8 откроем значит как у нас тут называется устройство индукционного нагрева жидких средств тоже индукционный нагрев но каждый почитает найдет значит номер патента вот он значит дальше 10 снова откроем сразу патент не будем вдаваться в подробности вихревой индукционный нагреватель и устройство обогрева для помещения то есть тоже индукционный нагрев номер патента и 4 патент что я нашел здесь вот они все 15 публикации с фамилии слободян значит дальше 12 откроем тоже две фамилии устройство индукционного нагрева жидких средств и номер патента все остальные с фамилии слободян это другие люди я проверил здесь даже где-то украинские есть сейчас посмотрю где-то на украинском есть ну чтобы не было вопросов а вдруг в эту базу данных не попали непосредственно украинские публикации оказывается украинские публикации здесь тоже попали сейчас я где-то его видел не помню какой из них вячеслав и другой слободян я забыл какой из них где же здесь слободян на английском значит вот нашел 13 вот украинская публикационная статья материал ивана франковский национальный технический университет нефти и газа но андрей слободян по моему с нефтью и газом по моему никакого отношения вроде бы к нему не имеет здесь тоже нету расшифровки вот кто а в публикационные работы тоже встречается в но нет расшифровки кто то есть я рассказываю о том что в этот журнал и лайбери попадают множество публикационных работ а также и патенты поэтому ну вот я хотел бы вот все-таки сказать о том что я не нашел по интернету докторскую вот поэтому патенту не нашел кандидатскую а также опубликованных материалов тоже не нашел хотя очень хотелось найти это муляж или не муляж это наверное андрей напишет в комментариях ну если он увидит это видео посмотрит ну и напишет здесь присутствуют голографическая печать и обычная печать качество печати впечатляет то есть похож на настоящий но является ли он настоящим потому что монах говорит что был сделан запрос в институт это ответ на запрос из института что номера такого не существует здесь сейчас сейчас где-то в одном месте я сейчас найду в этом месте видео есть андрей слободян и андрей тиртх они здесь общаются вы посмотрите на канале монарха на канале монарха можно будет полностью посмотреть весь видео выпуск поэтому комментирую со своих слов здесь андрей рассказывает о том что в каких институтах он учился значит я когда с андреем разговаривал два с половиной часа по ватсапу он мне тоже говорил что он учился в трех институтах тогда я попросил андрея слободяна назвать как называются институты потому что он один из институтов называл московский потому что я мог дать запрос или просто съездить и поинтересоваться ну учился в институте человек или нет но он отказался мне дать название института в которых он учился не хочет говорить но это его право было еще одно видео по моему его заблокировали было более крутое видео как собирался пошагово стеклянный ящик на двух каналах было залито еще два видеоролика про андрея вот здесь кстати говоря монарх закрыл белым квадратиком наверное скорее всего это авторские права и их наверное нельзя публиковать поэтому здесь закрыто потому что этот ролик был выложен потом он его удалили я сделал скриншот еще с первого видео а вот второе видео я не успел скачать поэтому ждем может быть монарх выложит второе видео там где белом ящике в барабане находятся аккумуляторы но там не сами аккумуляторы прямо в барабане находится но при сборке было видно что аккумуляторы находятся рядом с барабаном в общем подтверждение в том что андрей слободян является доктором наук мною найдено не было ни публикации не докторской не кандидатской отсутствует то есть могу сделать четкие выводы что это диплом является либо муляжом либо какой-то шуткой либо еще что-то не знаю в общем дело обстоит так как она обстоит сейчас столько можем ждать новый выпуск от монарха с видеороликом который был удален спасибо за внимание кому понравился видеоролик ставьте палец вверх ждем ваши комментарии что вы думаете по этому поводу что это было как и зачем может быть все-таки андрей нам напишет что это был настоящий диплом или поддельный или еще как-то или это была шутка в общем ждем комментариев думаем скоро мы все узнаем